Всем доброй ночи. Дорогие друзья, беременность для женщины не только радостный период, но и тревожный. В древние времена рождение ребенка, беременность, она была настолько опасным периодом для женщин, настолько была высока смертность женщин во время родов, что многие женщины считались уже ушедшими для своей семьи, потому что очень была большая вероятность, что они во время родов умрут. В те времена еще не практиковалось кесарево сечение, еще не практиковалось лечение плода до его рождения, много чего еще не практиковалось. Многие говорят, что кесарево сечение произошло... имеет, то есть, изначальный источник рождения Юлия Кесаря, Цезаря. Согласно легенде, он не мог родиться, мать не могла разродиться, и вот врачи сделали надрез и вытащили Юлия Цезаря. И отсюда вот название кесарево сечение. Однако я склонна предположить, что надрез был сделан не на животе, а как обычно делают надрез врачи, вытаскивая ребенка, не будем сейчас подробностей вдаваться, но никак не на животе. Потому что если бы они сделали надрез на животе, то мать Юлия Цезаря умерла бы от болевого шока, поскольку тогда еще не было таких сильных обезболивающих веществ, и наркоза тем более не было. Но как бы там ни было, поскольку сделан был надрез, и Юлия Цезарь появился на свет, вот отсюда и название кесарево сечение. Однако такое кесарево сечение, скажем так, не у всех практиковалось, и не всем женщинам можно было с помощью надреза освободить от бремени. Многие властимущие женщины, многие женщины у трона боялись рождать своих детей и назначали иногда наследниками племянников, далеких родственников. Они боялись смерти. Медицина была еще не на том уровне, чтобы спасти женщин. С развитием медицины мы получили очень малую смертность рожениц. Но в то же самое время медицина сыграла и очень злую шутку, потому что генетические болезни, которые тогда не лечились и дети умирали, не давая наследства, наследников не рождая. Вот так вот многие генетические отклонения в древние времена так и остались, вымерли как бы и остановились именно благодаря тому, что эти дети, может звучит так страшно, но благодаря тому, что дети с генетическими отклонениями умирали. И, следовательно, очень такие тяжелые болезни не имели продолжения. Поскольку в наше время лечится все что угодно, почти, то дети с генетическими отклонениями являются переносчиками, передающими вот эту генетическую болезнь дальше по поколениям. И многие-многие древние болезни подняли голову, помолодели и в наше время снова проявились. И именно благодаря тому, что медицина достигла такого уровня, что можно вылечить и продлить жизнь. Понятное дело, что каждый родитель готов на все, чтобы продлевать жизнь своего ребенка. И он имеет на это полное право. Но, с другой стороны, именно благодаря этому снова обновились болезни древних времен. Дорогие друзья, ребенок в очреве матери, он еще не защищен. Ребенок, которого вначале хотели, потом не хотели, потом снова передумали, он уже обречен родиться с печатью смерти, ангела смерти. Я об этом рассказывала, откройте, смотрите, печать ангела смерти. Ребенок, от которого отказывается отец, уже рождается без защиты отцовского рода. А именно у этого ребенка не будет благополучия в делах и в деньгах. Ребенок, рожденный не от любви, а от случайной связи, и обречен также не получить благословения родителей. Много чего еще. Когда у родителей здоровая плоть, здоровый трезвый разум, то во время зачатия происходит огромный всплеск энергии. Эта энергия, как луч, поднимается по астральным мирам. То есть поднимается по вот этим слоям астрала. Поскольку в астрале находятся духи. Так вот, дорогие друзья, для рождения здорового ребенка человек должен быть, во-первых, телесно здоров, во-вторых, он должен быть трезв и абсолютно чист от всяких отупляющих веществ, наркотики, алкоголь и прочее. И самое главное условие, ребенок должен родиться, если не от любви, то хотя бы от взаимной привязанности людей. Только тогда рождается здоровое потомство. Бывает, конечно, отклонение, но в редких случаях. Вот мы, например, смотрим и говорим. Вот вроде бы семья профессоров просто, ученых. Такие достойные люди, такие хорошие люди. Почему у них такой сын подонок родился, вот такой вот пандюган? А потому что эти достойные, хорошие люди не любили друг друга. Они просто поженились, может быть, родители так захотели, может, у них были какие-то карвистные цели. Это не у всех так. Но риск именно в таких семьях существует, когда люди соединяются по определенным интересам, но не по любви. И вот во время этой близости вот эта сильная энергия не создается. Сильная энергия создается только от любви. Любовь не просто так дана человеку. Любовь, она соединяет все его чувства воедино. Это, скажем так, самое главное условие продолжения рода. И если вы хотите, чтобы ваши дети были красивые, талантливые, разумные, сильные, если вы хотите создать благородную династию, вы должны зачать ребенка в любви. Во время любовного всплеска, не важно потом, вы остались со своим мужем или женой, это не имеет никакого значения. Во время зачатия, если между вами была любовь, создается огромная энергия всплеск такой, знаете, как поднимающийся фонтан вверх, который как бы поднимающаяся такая энергия хватает душу и опускает в тело женщины, в ее чрево происходит зачатие. Как только душа дошла в чрево женщины, происходит зачатие. Душа есть с первой секунды зачатия. Так вот, дорогие женщины, если вы выбираете партнера ради денег, очень большая есть вероятность того, что ваш ребенок может родиться обеспеченным, здоровым, красивым, но душа у него будет не самого лучшего качества. Он может быть вероломный, он может быть обманщик, он может быть неблагодарный ребенок и так далее. Так вот, вот насколько всплеск сильный, настолько сильная душа, настолько выше она поднимается по слоям астрала, и души высшего качества спускаются вниз и рождается впоследствии ребенок. Ребенок достойный, благородный, даже черты лица можно, даже по чертам лица людей, хотя многие считают, что физиология это все-таки второстепенная вещь, но не все ученые, не все психологи, не все психиатры с этим согласны. Внутренний мир отражается на лице. Вы знаете, дорогие друзья, если человек внутри, вот просто тварь, извиняюсь за выражение, какая бы она ни была красивая, на лице со временем это отражается. Вот старость лучше всего показывает, кто есть кто. Видите, такую старушеку в косынке, такую бабушку, ну, уже, может быть, за 80 лет, да, уже сморщенную старую женщину, но она излучает такое тепло, такую доброту. Вот на лице просто видно, вот хочется с ней чай попить, поболтать, поговорить. А есть такая старушка, вот такая гнилая морда, которая сидит и вот своими такими глазами смотрит, кто куда пошел, кто что купил, кто с кем спит, кто чего. И вроде бы та и та старая женщина, да, но на ее лице просто отражается ее гнилая душа. Поэтому никогда не верьте, что вот люди очень неприятные, внешне некрасивые, очень добрые внутри. Нет, как правило, их вот эта вот дерьмистость со временем отражается на лице. Со временем люди знаменитые, с которых писали портреты, то есть они могли быть гениальные, очень талантливые люди, но в душе могли быть завистливые, грязные существа. И как бы они не старались писать их портрет такими красивыми, приятными, но на лице отражалось вот это, вы знаете, этот самарат, внутренние вот эта душевная, духовная гадость, которая внутри них находится, отражается на лице. Не обязательно, чтобы человек был такой писаный красавец, все на месте, все красиво, но если человек отталкивающий, если его черты лица неприятны, он и внутри грязный, поверьте мне. Каждый из вас, если сейчас задумается и в мыслях перенесет всех своих врагов, среди них красивых нет. Красивый человек сам по себе добрый. Вот добрый, и он никогда не живет с ощущением своей красоты, он никогда не думает, что он очень красив. Как правило, мы видим красивый человек очень простой, он не осознает эту свою красоту, он может общаться со всеми подряд и как бы не показывать виду, что самолюбования у него нет. И самолюбованием заняты, как правило, средняя внешность, знаете, такой средненькая внешность, невзрачная, ну, которая может быть ухоженная, там, много тратит на себя, какие-то драгоценности, духи, губы делает и так далее. Но средненький, именно его природная внешность средняя, не яркая. Так вот, о чем речь? Речь о том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был с благородными чертами, чтобы он стал основоположником сильного рода, сильной династии, вы должны зачать этого ребенка в любви. Это раз. Во-вторых, вы должны осознанно к этому подходить. В-третьих, вы не должны случайные связи иметь, если вы хотите родить нормального старого ребенка. С каждым мужчиной у нас, у женщин, остается связь 7 лет. Вот каждый мужчина, который был в нашей жизни, с которым у нас были постельные отношения, оставляет след в нашей судьбе 7 лет. И за эти 7 лет, если зачать ребенка от другого человека, вот этот весь астральный мусор, который мы носим на себе, может перейти на этого ребенка. Иногда женщины рожают от своего мужа, а ребенок похож на партнера изначального, то есть первого партнера. Это очень удивительная вещь. Нет, генетически ничему не переходит. Переходит вот в этом ментальном плане, потому что от него остается некий такой мусор в нашем вот этом вот оболочке, знаете, в нашем астральном теле. Именно поэтому нужно вести целомудренный образ жизни, не допускать до своего тела, до своей души, до своей жизни случайные связи, если вы хотите родить здоровое потомство. Это касается и мужчин, и женщин. Далее. Беременность. Ваши эмоции, ваше поведение, даже музыка, которую вы слушаете, могут формировать будущие вкусы вашего ребенка. У вас 9 месяцев, чтобы создать, как из глины лепят, создать того человечка, который вам нужен в этой жизни. У вас 9 месяцев, чтобы внедрить в его мозг все то, что вы хотите, разговаривать с ним, рассказывать сказки. Он не понимает этого всего, но это укрепляет вашу связь. Я своему ребенку рассказывала сказки, читала легенды древней Греции. Он их обожает. Он сейчас их изучает, читает, спрашивает истории. Слушала классическую музыку. Вы поверите, если я скажу, что он слушает именно вот те мелодии, которые я слушала во время беременности. Когда он мне отправил эти мелодии, Бах, Бетховен, я была в шоке. Я говорю, а с чего ты их слушаешь? Ну, не знаю, мне как-то они нравятся, как подсознательно прям чувствую что-то родное в них. Вот вы и создаете этого ребенка. И в ваших руках либо вы будете по вечеринкам там курить, тут выпивать и в итоге родить рахитного человечка, всю жизнь его лечить, да? Либо вы родите достойное потомство. Итак, дорогие друзья, помимо того, что вы должны обследоваться у врачей, кроме всего прочего, вы можете своего будущего ребенка во многом защитить. Во-первых, многие спрашивают, чистки не вредны ли беременным женщинам? Дорогие друзья, это индивидуальная переносимость. Кто-то после чисток очень плохо себя чувствует несколько дней, потом восстанавливается. Кому-то вообще хуже, а кому кто-то ничего не ощущает. У каждого своя чувствительность. Поэтому однозначно сказать, что вредно. Если вас не тянет, если вы чувствуете, что после этого вам нехорошо, значит, сейчас такую чистку не делайте. Но в основном чистки можно делать. У вас ребенок родится уже очищенный вместе с вами. Многие боятся дурного сглаза. Это правильно. Своих маленьких детей, только рожденных, чуть ли не сейчас фотографируют в роддоме, выставляют большая глупость. Многие народы из своих родственников не пускают до 40 дней посмотреть на ребенка. Считается, что у него еще нет защиты. Это правда. Есть защита, но она не такая сильная. Она слабая. Дорогие друзья, есть люди, которые берут фотографии младенцев и вылечивают себя, оздоравливая за счет детей. И потом многие родители не понимают, почему у них маленький ребенок умер. Внезапно заболел. И вот во сне умер вообще непонятно почему и как. Да потому что каждый божий день выставляли его фотографии. И вот есть техника взять фотографии младенца и подлечиться. Многие скидывают свои смертельные болезни. Знающие люди. Или свои, или чужие. Но есть такие люди. Вот нет у них совести и все. Вот они считают, что раз им дано, значит вот будем пользоваться. Есть озлобленные люди. Есть у них сила. Они очень озлоблены. Хотя это до поры до времени. Это наказуемо. Наказуемо почему? Потому что силу свою нужно расходовать достойно и правильно. Если наказывать, то того, кто виноват. За невиновную кровь можно расплатиться. Но некоторые делают. Понимаете? Это уже второй вопрос. Накажутся. Вам от этого не легче. Поэтому не выставляйте фотографии. Заранее ничего не покупайте. Не покупайте заранее кроватки. Нельзя. Вы когда это покупаете... Дорогие друзья, у меня была знакомая женщина, которая сказала, что они купили кроватку заранее, она ждала ребенка. Войдя в комнату, которую они уже оборудовали для ребенка, она увидела, как кроватка качается. Ей стало очень плохо. Туда садится черная сила. Ничего не покупайте. Успейте вы все. Пока ребенок родится, в эти дни, пока будут лежать в больнице, все купите. Не спешите никуда. Даже вещи покупать заранее нельзя. Многие-многие случаи, когда показывают, когда беременная женщина, там переехала машина, там умерла, в лифте упала, все что угодно. Все эти женщины, вот когда в итоге муж показывает, мол, смотрите, мы купили все, мы подготовились. Все эти женщины заранее подготовились. Пока вам не дали ребенка, он еще не ваш ребенок. Он еще в твоем чреве, он еще не родился. Дадут этого ребенка, тогда покупай. Заранее не надо. Если вы что-то купили, вы беременны, унесите это, поставьте где-нибудь в чулане, закройте. Пусть это не видят, никому не показывайте. Заранее имя не говорите своего ребенка никому. Беременность – это очень таинственный момент. Формируется новая судьба, новая жизнь. От вас зависит, как он родится. Либо весь мир его увидит и сглазит, и он будет на всю жизнь такой человек, знаете, невезучий. Либо вы, как мудрая женщина, постепенно, постепенно раскроете его миру и покажете. Никуда спешить не надо. Ни вы первая, ни вы последняя на земле, которая рожает ребенка. Надо соблюдать осторожность и разум. Как бы вы не были молоды, соблюдайте разум. Знайте, что все, что вы делаете сейчас во время беременности и после родов сразу, все это отражается на его судьбе в дальнейшем. Хотите ребенка благополучного, разумного, везучего. Значит, соблюдайте эти правила, извиняюсь, которые ваши бабушки еще знали. Они же были не глупые женщины. Они знали, что делают. Никто не выносил ребенка новорожденного и всем не показывал. Это было очень опасно. Итак, для беременных защита все 9 месяцев. Этот ритуал можно провести раз в месяц, можно раз в неделю, насколько у вас потребность есть. Чтобы вы были спокойны, что у вас все разрешится как положено. Берете маленький мешочек, можно шить этот мешочек любого цвета. Сыпьте туда землю. Берите землю там, где водное пространство. Река, пруд, море, но не песок, а земля чуть подальше возьмите. Потому что считается, что земля возле воды, она самая очищенная, чистая, энергетически насыщенная. Ну, вот очисти от травы, возьмите, посыпьте горстку земли. Зажгите свечу. Желательно темное время суток. 9 раз читайте, каждый раз целуя мешок землей. А потом этот мешок землей храните у себя. Можете положить в сумку, если вы работаете. Можете положить в карман. Не важно, но чтобы оно было ближе к вам. Каждый раз, когда у вас какая-то опасность, целуйте этот мешок землей и попросите помощи. Когда ваш ребенок благополучно родится и все получится, после 40 дней, ничего страшного, если вы опоздаете. Это не страшно. Через 40 дней после рождения ребенка посыпьте землю возле дерева и положите туда 9 монет. «Благодарите Матерь-Землю за помощь, оказанную вам». И так каждую беременность, если вы еще родите детей. Начнем. Землю, да, Матерь-Землю по канонам греческой, ну, не мифологии, а, скажем так, греческого пантеона звали Гея. Отсюда и география, то есть наука о земле. Гея, Матерь Титанов и Богов. У меня есть ритуал обращения к Матери Геи для лечения себя, и там я все объясняю. Матерь-Земля Гея, ты рождаешь жизнь. Все живое из недр твоих на свет богов выходит. У Матерь Титанов и Богов, у Матерь людей и зверей, рек и океанов, гор и равнин, и всего живого на земле. У Матерь-Земля своей силой береги мое дитя, защити в очреве моем, одари его спасительной силой своей и счастливой судьбой, и позволь мне благополучно разрешиться родить здоровое дитя. У Матерь-Земля, оберегай мою беременность от сглаза и опасности, от болезней и бед, да защитить сила твоя меня и мое дитя в очреве моем. Стань моей охранницей, у Матерь-Земля, помоги мне благополучно разрешиться и стать матерью здорового дитя, да будет так. Ждите, пока свеча догорит. Догоренную свечу можно просто выкинуть, это не надо выносить. Каждый раз, когда у вас какая-то тревога, или может быть вы чего-то боитесь, или может боли, какие-то трудности, связанные с беременностью, даже во время токсикоза, целуйте эту землю в мешочке и говорите, помоги и защити меня и мое дитя в моем чреве, да будет так. Можете повторять часто, если боитесь. Я вас уверяю, до конца вашей беременности и роды ваши пройдут легко, и ребенок родится здоровый, потому что он еще изначально в очреве вашем обращается вместе с вами к огромной силе Земли. Земля есть энергия мировая, вы понимаете, что Земля это не просто материя, это еще и духовная составляющая наша, да, мы выходим из Земли, мы уходим в Землю все. Это общая энергия всего человечества, которая защищает вашего ребенка. И ваша беременность и роды, все это будет в спокойствии и как бы в благополучии, и все у вас будет хорошо. Вот для беременных женщин защита на всю их беременность. Пользуйтесь во благо, и пусть у вас будут здоровые и хорошие дети, которые станут гениями пускай, профессорами, правителями. Одним словом, полезные люди пусть рождаются. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok